Кирюша аккуратный, ну наконец-то ты занимаешь свои видосы Увидел, кстати, по вот этой гоупрошечке я понял, что это ты Местная шалава Я надеюсь, что Кирилл, блять, просто секундно меня вставит во влог Ой, давай они больше не снимают Как это? Так, мэн Не надо меня вставлять во влог Ого Тампоны зелени нужны, случайно 25 лет с весом 100 кг Мы просто тупо на середине Днепра Я чувствую себя, как какой-то Робинзон Крузо Всем приветик, как вы поняли, уже я в Запорожье Сегодня мне предстоит насыщенный день Я сейчас на Великом Лугу Вот, это такое поселение В принципе, уже за чертой города Тут природа офигенная И сегодня мне предстоит кататься на лодках Тусовка на острове, шашлык В общем, я думаю, вы сами все дальше увидите Вот, сейчас пока иду я к своему другу Там мы встречаемся и поплывем на остров дальше Раз! Происходит! Лебедь в селе И раз! Не брызгайся И раз! Мы плывем Так Серый отдыхай, Саня греби Слушай, Дима, может пора уже двигатель включить? Ты так не думаешь? Так Ну Придется вырезать тебе, это все, Кирилх Да, я не знаю Да, сейчас Дима, а в чем дело? Не знаю Поехали! Да, давай уже Но мы в другую сторону едем Игорь, ты походу лишь туда едешь Да все туда? Четко О, ну! Поехали! Всех поздравляю! С нами произошло то, чего никто вообще не ожидал Просто мы выехали вчетвером То есть все слезли Вот нас сидит 4 человека И мы поплыли забрать еще одну девочку на пляж И по итогу разогнались, по-моему, настолько сильно, что двигатель теперь не работает вообще Суть этого всего в том, что до берега, до туда, откуда мы плыли на ныжке Нам будет часа 3, наверное, велосипед Мы просто тупо на середине Днепра Я чувствую себя, как какой-то Робинзон Крузо Двигатель перестал работать На веслах мы догребли сюда А возвращаться очень далеко И мы теперь небольшой компанией на пустом острове Сейчас ребята затащат лодку Чтобы они спиздили Закончилось, в общем, это приключение с лодкой Я сейчас нахожусь на Днепрогрессе Вот В общем, двигатель так и не завелся Мы доплыли до берега Вышли туда А Дима, мой друг, хозяин лодки Повисловал дальше домой Но мы плыли, наверное, часа полтора Реально, очень сильно это утомило уже У меня там все деньги, все вещи остались у Димы Но уже плыть еще дальше Просто, ну реально, это очень долго Это под утро только приплыть И в итоге я решил пойти пешком домой Думаю, так будет лучше Прогуляюсь немножко Сейчас все светлое, все горит Вот, не знаю, камера передает это или нет В общем, буду идти домой пешком по Днепрогрессу О, ну выглядит это, конечно, супер аппетитно Ого, ну неплохо получилось Вино с шампанским Так, закончились мои запорожские приключения Вернулся я, наконец-то, обратно в Киев Зошел я к Леше в офис А Леша-то чем-то занимается Давайте посмотрим, чем он занимается здесь Леша, что ты делаешь? Ну я шурупами вкручиваю шкуру зебры в кирпич А что? Я что, не могу себе позволить шкуру зебры вкручить в кирпич? Это же, кстати, после хейтерских будней, которые вышли Короче, позвонил Кирюша Киркорова Говорит, братан, ты такой классный с ними клипом Мы, короче, приехали клип снимать, значит, в Африку Вот То есть, Леша, значит, пока... Ну и, блядь, что я, привезли, что Так что, так вот Пока, значит, меня не было Пока я отдыхал там в Запорожье Ты, значит, провернул тут целое дело И купил себе шкуру, что ли? Ну да Ты нормальный вообще, Леша? И мне ничего не сказал Я приезжаю, тут висит шкура Не, я вообще купил, я думал, с ней какие-то кошельки сделаю Но типа, потом нужно, ладно, повешу Вдруг она будет виситться Ну, ночью, тут живая ходить И кушать у меня ковер Короче, в общем, как я это называю Домашнее животное мы завели Вот такая вот зебра теперь будет висеть в офисе Смотри, у нее есть глазики Вон реснички тут были Жесть какая, фу Это реально, ну, я понимаю, там гринписовцы Там любители животных, конечно, скажут Там типа, вот это вы уроды моральные Типа тыры-пыры Но, во-первых, не мы ее покупали И не мы ее убивали Шкуру нам подарили Вот, хорошие друзья подарили нам эту шкуру Поэтому не нужно писать, что мы уроды и так далее Это всего лишь подарок, от которого мы не смогли отказаться И повесили ее в офисе Я ему, оказывается, покажу, как надо подпрыгивать А ну-ка, лео, ща 25 лет с лесом 100 кг Может, не получится первый раз Ну, я думаю, вы поняли, что я могу Вот так вот Так что дети, учитесь Уроки учите, кашу кушайте, мамы слушайте А не вот эту херню пишите в ютубе Вот так вот Вот там охеренный бородатый чувак сидит Чувак, у него борода реально по колено Это дзидзё Ну вот какой-то азиат, кстати Так чувак, у него даже номерные знаки Чуть не ебнулся Чувак, смотри, как он поворачивается Так у него даже номерные знаки есть Приехал я в одну контору, восстанавливайте винчестер И здесь я всякие интересные штуки сейчас покажу вам тут калькуляторы какие-то вычислительные машины а вот здесь целый стенд посвященный микропроцессором он тут 5 апреля 88 года процессор intel вот сидером и пентеум 4 у меня был кстати такой процессор первому самокомпьютер на пентеуме четвертому было вот вам на лицо развитие технологии то стена с винчестерами вот такой вот был самый-самый первый винчестер и вот теперь какими они стали вот с такого вот в такое какого хрена мы приехали в 10 часов вечера за колготками женскими ты что собрался ограбить ограбить банк уже собрался и на голову одеть как грабителя малышка устал и попросила меня купить колготки и и что но я же нормальный пацан честный верный надо помогать поэтому сейчас будем ходить тут не знаю где можно купить такое время вот такие колготки по бабе надо смотреть да ну да а конка вот я вижу конка чувствую запах этой женщины уже я думал будет тяжелее выборе обычно пастоноры ищут такое время чтобы на покупку колготок еще просили права показать или паспорт происшествие вечером а что вы уйдете я типа споймаю кого-то чтобы кто-то поменял мне чтобы никто не напрягался вот это вы молодцы а ручки покажи ну не такие еще грязные работе и ручки а он не станет Леша похуже выглядит ну да Женя всем привет сегодня суббота я решил съездить в пуще водицу и пока я иду до площади Шевченко на трамвайчик чтобы сесть я заметил вот такой вот необычный автомобиль это ретро старый москвич очень он необычный тюнингованный я таких еще не видел реально классно выглядит кто-то нашел реально этот старый кузов этой машине больше 40 лет уже по-любому лет 50 наверное ей кто-то не пожалел своих денег средств нашел вот этот старый кузов привел его в порядок это реально круто если кто-то смотрел мультик тачки то там вот что-то типа такого было классная машина ретро а я пошел дальше другой придя заранее на первое свидание на троицком стоял как на посту ого все добрались мы уже до пуще водицы и решил я взять катамаран на полтора часа покататься по речке посмотреть что здесь происходит только только мы отплыли сзади меня там этот причал и будем путешествовать по этой речке исследовать смотреть сегодня выходной день суббота людей много а сейчас предстоит нам операция потому чтобы проплыть под мостиком на уток хахахаха посмотри вот так вот прикольный деревянный мостик и вон уточки и 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 проплыли мы по всему вот этому вот по каналу и к огромному разочарованию оказалось что здесь просто тупик дерево поваленное и и никак вообще там не проплывешь хотя речка дальше еще есть я думал я взял специально полтора часа чтобы поплавать подольше а хрен там теперь придется сдавать назад и возвращаться где-то припарковаться попить водички там чего мы взяли и ну обидно конечно а вон у кого-то короче кто-то прямо на воде построил себе бунгало или бунгало я не знаю как правильно вон только непонятно для каких целей чем там заниматься можно в этом палаточном тенте Что меня очень сильно удивило в пуще водицы, это то, что реально дохрена людей. Может потому что суббота, но пляж забит. Пляж забит и плавают все и маленькие, и большие, и все. Может это конечно все местные жители, я не знаю, но на тачках дохрена людей приезжают. Короче, место реально прикольно, мне здесь нравится побольше, чем на Трухановом острове. Ребята, приключения наши продолжаются, мы как-то забрели вообще непонятно куда, в какую-то хату лесника, или что вообще здесь происходит. Ведена здесь живет какая-то полигня.